Всем привет, друзья, с вами Realize и я обещал, что не буду снимать Shelter War до официального ее релиза. На самом деле так и есть, поэтому сегодня я хочу просто сделать видеообращение к разработчикам, потому что игра сейчас находится в стадии бета-тестирования и в своем последнем обновлении они сделали доступ в локацию Купол Рока. Это своего рода арена, где мы будем сражаться с реальными игроками. Но дело в том, что многим людям, в частности и мне, не понравилась новая механика арены, то есть каким образом она устроена. Поэтому с помощью ваших комментариев обязательно оставляйте комментарии и аргументируйте, чем вам не понравилась арена, что бы вы хотели изменить, а что наоборот оставить. Для тех, кто уже знаком с проектами Hustle, Castle, American Dead, Zeracity, мы привыкли совершенно к другой арене. Здесь она устроена следующим образом. Игра вам дает рандомно трех противников на выбор. Противники также делятся на три типа. Это новичок, боец, ветеран, где каждый тип напрямую зависит от его мощности. Механика арена здесь абсолютно такая же, как и везде. То есть на своем уровне, мы сейчас берем за пример 20 уровень, вы должны быть максимально хорошо одеты. То есть у меня сейчас три бойца, практически все они полностью одеты в синие редкие вещи, и моя мощность составляет, грубо говоря, 70 тысяч. Если я их одену в эпические вещи, то, соответственно, мощность моя приблизится к отметке 90 тысяч, и таким образом я смогу уже нападать и на бойцов, и на ветеранов. В принципе, я и сейчас могу напасть на ветерана, но просто я ему проиграю по мощности. Отталкиваясь от его мощности, можно понять, что он просто лучше одет, чем вы. И в моей ситуации продуктивнее нападать на новичка. Принять участие на арене мы можем как за воду, так и за жетоны павших. Вода здесь считается основным ресурсом, который можно добывать у себя в убежище. А жетоны павших вы будете получать в определенных сундуках, но сейчас мы не будем в это вдаваться. Здесь важно понимать следующее. Если вы принимаете участие за воду, то вы получаете ровно в два раза меньше очков, чем за жетоны. В случае победы над противником мы получаем кубки рока, которые нас определяют в таблице лидера среди остальных участников купола рока. Но основным ресурсом здесь, конечно же, являются кровавые монеты, которые мы можем тратить в магазине рока, приобретать предметы и сделать свой отряд сильнее. То есть здесь не надо побеждать пятерых противников, выходить на первое место, ждать по 7 минут. Просто один раз выиграли и сразу забрали свою награду. И поскольку здесь отсутствует регистрация на турнир, соответственно здесь нету живых игроков, здесь нету чата, вы не можете с ними общаться, ругаться, высказать им свое мнение, либо наоборот похвалить. Я, конечно, понимаю, что игра находится в стадии бета-тестирования и сейчас очень мало онлайн игроков. Но в любом случае такую арену оставлять нельзя. Обязательно должно быть живое общение, должны быть живые игроки. Потому что игра все-таки онлайн и лично мне не хочется сражаться вот с такими оффлайн ребятами. То есть я даже не знаю, существуют ли они вообще в игре, либо это боты. Теперь давайте перейдем в магазин рока. Здесь как раз вы можете потратить свои кровавые монеты, которые вы нафармили. Здесь раз в неделю обновляются предметы. Можете посмотреть на какой класс, какой именно и с каким бонусом предмет можно приобрести. Также есть эпический рандомный пояс, эпический рандомный аксессуар, гаджет и вот ящик рока. Соответственно, чем выше уровень центра управления, тем здесь будет более насыщенный сундук. Впоследствии здесь будет легендарный сундук, который содержит легендарные и эпические предметы. Ну а теперь я предлагаю напасть на противника за жетон. И, конечно же, мы выбираем новичка, потому что у него минимальный показатель мощности. И, возможно, мы сможем его победить. Также в игре полностью не продуманы инженеры со способностью воскрешения. Во-первых, у них очень долгая анимация после смерти. То есть они очень долго воскрешают и если анимация не успеет до конца сработать, то противник воскрешенный просто останется стоять на экране, бой закончится и от этого воскрешенного противника не будет никакого толка. Следующая проблема инженера на воскрешение заключается в том, что он воскрешает слишком маленьким показателем здоровья. То есть практически мертвого. Обратите внимание, там буквально миллиметр. И с одного удара такого противника можно легко убить. Также мне не понравилось, что после каждого боя на арене нужно ждать, когда восстановится у всех здоровье. То есть если в подобных играх это не влияет, то есть вы можете бесконечно нападать, то здесь, если я захочу напасть, мне нужно ждать, когда восстановится здоровье. Причем я не могу вот в этом меню наблюдать, какое количество здоровья у моих бойцов. Мне для этого нужно вернуться обратно к себе в убежище, дождаться визуально, когда полностью здоровье заполнится. Только после этого я смогу нападать на противника. Лично, на мой взгляд, арена выглядит очень-очень сыро. Ее нужно дорабатывать обязательно и ни в коем случае не оставлять ее в таком виде. Вот, например, ситуация, как здесь. Вот сейчас новичок, у него там 70 тысяч, у меня 69, при этом у бойца 72. То есть разница всего лишь в 2000, немного непонятно. Но разница между бойцом, например, и ветераном практически в 10 тысяч. То есть нет никакого баланса. Все это дело нужно дорабатывать. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Возможно, вас такая арена устраивает. Лично мне она не понравилась. Надеюсь, разработчики ее доведут до ума и в итоге все будет здорово и замечательно. Увидимся с вами в следующих видеороликах. Всем, друзья, удачи. Всем пока.